Все мои предыдущие прогнозы по курсу рубля сбылись, а что будет дальше? Каким будет курс рубля, исходя из технического фундаментального анализа? Какие факторы влияют на курс рубля в среднесрочной перспективе? Всем привет, вы на канале Инвестиции в золото, с вами Городовой Данил, поехали. Было два сценария, сейчас, так как у нас 80 рублей за доллар пробило эту цену, то сейчас сценарий остается с тем, что рубль будет ослабевать вплоть до 180. Подробно я проведу, может быть еще выставлю на канал. Если краткосрочно, ну ближайшие месяцы, то наоборот укрепление вероятно. Либо отсюда может усиление пойти, либо, что я считаю, больше на ближайшие месяцы, потому что видите сейчас и с Йеменом ситуация, то есть через Красное море сложнее возить грузы, цена на нефть поднимается, а у нас все-таки рубль от импорта сырья зависит существенно. По теханализу, видите, здесь, давайте поближе сделаю, не месячные, а дневные вот эти свечи будут. Вот это называется трендовый канал, видите, цена бьется часто, график цены, вот каждая свечка, это движение дня. Вот здесь написано максимум, минимум цена за день прошла, красная это где цена начала и закончила, значит падала, зеленая наоборот росла. Так вот, здесь трендовую линию пробили, и значит, опять же, вероятность есть немаленькая того, что будет коррекция, то есть укрепление вот сюда рубля до какого уровня, ну здесь вот мы видим очень сильный уровень здесь, 81, и экстремум, так называемый, то есть вот здесь 75,8. То есть вот эти, а цена, я даже не представлял, что может случиться, что до 75 дойдет, но вот вполне вот такие, такая ситуация сейчас в Красном море, вполне может. То есть здесь может, может уже и отсюда, но я предполагаю, что либо здесь отскок, и дальше мы, может, до сюда посмотрим. В дальнейшем, что, почему рубль, возможно, будет ослабевать все-таки, потому что инфляция в России сильнее, чем у США, соответственно, здесь у нас рубль к доллару, соответственно, и рубль, в принципе, будет ослабевать. Плюс различные расходы на СВО немаленькие, на обустройство новых регионов, хотя и приросли, но в плане дополнительной экономики, но для этого всего нужно, все это нужно запускать. Поэтому зачастую расходы на оборону, они наиболее существенные, там даже ту же воду поставлять, это колоссальные деньги нужны, поэтому это нужно учитывать, и просто, ну, деньги допечатываются, допечатаются, чтобы и субсидии различные давать и так далее. Если будет по-другому, то есть инфляция в США сильнее, чем в России, но это уже близок, в принципе, обвал всей финансовой системы, и тогда все пойдет как раз-таки в золото. Ну, ладно, рубль будет укрепляться, но тогда золото очень сильно рванет, поэтому тут в любом случае, ну, если мы не берем месяц, два, три, полгода, год, лучше все-таки на большее время рассчитывать. Вот тогда, опять же, это мои прогнозы, это я рассказываю логику, вы на себя принимаете все риски, решения, вот, и я не говорю, что будет вот так. Где-то вероятность чуть больше, где-то чуть меньше, вот, ну, тем не менее, какие-то, какой-то коридор развития событий мы можем предположить, что возможно так. Как пример я применял здесь, когда торговал, я видел, что происходит с политикой, что и Владимир Владимирович к Сизенпину полетел перед Олимпиадой, и переговоры о границах 91-го года, возврату границы, чтобы НАТО отодвинулось, и прям активные полеты, это говорило о многом, и заявление о грязной бомбе со стороны соседей, странные, скажем так. Вот, поэтому была, была высокая вероятность, я за три недели говорил, что, возможно, после Олимпиады, как раз таки, чтобы не омрачать, скажем так, начнется, начнется какие-то, ну, по факту уже из-за его, да, называть. И поэтому здесь как раз таки, я зашел вот здесь, на ретесте вот этом, и на 100, 110, я не стал ждать 144, как говорил, да, вот здесь это российский рынок на зарубежном до 150 доходило, тогда и биржу закрывали, зафиксировался, там до 115 сходило, потом биржу открыли, я в 110 зафиксировался, и все, в общем-то. То есть здесь и по теханализу было понятно, что у нас, вот видите, много разбилось, что здесь будет возврат цены, ретест, вот. И политические моменты, и вот это просто совмещаешь, видишь, что вероятность больше, но что 100% никто не мог сказать. То есть это в любом случае риски нужно смотреть и изучать риск-менеджмент. Ладно, здесь углубились. В принципе, я думаю, порублю понятно. Берегите себя и близко, и готовьте свое светлое будущее уже сейчас, и помните, образование золота – лучшие инструменты инвестирования на протяжении 5000 лет.